Доброе утро, Беларусь! Доброе утро, страна! Ольга Венская, Нина Можейко. Мы рады приветствовать вас на телеканале Беларусь-1 и Спутниковом Беларуси 24. Сегодня среда, 27 марта, и это значит... И это значит, что время рубрики «Диванные эксперты», так мы её за глаза называем. И время прихода в студию Маши Хрусталёвой. Маша, привет! Доброе утро, добрые ранницы, диванные эксперты, или же «Дай перца!» Самые перчёные новости из мира медиа. Давайте лучше называть это так и узнаем, что же мир медиа принёс нам на этой неделе. В сети распространились первые кадры с Тимоти Шаламе в образе Боба Дилана. У биографического фильма об артисте «Непростая судьба». О начале работы над фильмом стало известно ещё в 2020-м, но потом нагрянула пандемия, а летом 2023 года, когда съёмки наконец должны были стартовать, в Голливуде начались забастовки актёров и сценаристов. И всё-таки команда наконец-таки приступила к производству. Мы видим Тимоти Шаламе в образе легендарного фолк-певца в годы его становления. В джинсах, потёртой куртке и кепке. А ещё его можно узнать и по чехлу с гитарой. На одном из кадров видно и режиссёра Джеймса Мэнглда, который даёт указания актёру. А в основу картины, кстати, легла книга Элайджи Уолда «Дилан goes electric», в которой описан переход Дилана от фолка к рок-музыке. Говоря, что действие фильма начинается в 65-м году, когда Дилан сменил свою акустическую гитару на электрическую и тем самым привнёс нечто совершенно новое в музыкальную индустрию. Ну, хорошо, что пока они там собирались снимать с этот фильм, им всё им не везло, то пандемия, то забастовки. Они вообще выцепили Тимоти Шаламе, а то он сейчас просто звезда номер один. Ну, я могу сказать, как золотой мальчик. Всё, к чему прикасается, превращается в золото. В хит абсолютно. Да, и вкассывает доходы, да. Как прям царь Мидас, да, который тоже умел так делать. Это точно. Но вообще, мне кажется, что вот то время, которое они, скажем так, потратили, надеюсь, с пользой, как минимум почитали сценарий, прошло действительно недаром. Они вчитались, так сказать, в эти строки. И я думаю, что это будет бомба. Да, есть такая вероятность. Ну, вообще, конечно, хочется сказать, что для Тимоти Шаламе вот у него такой типаж очень удачный для актёра, потому что вот с одной стороны мы смотрим на фотографии, и кажется, ну, вы ли ты, Боб Дилл, он очень похож. А с другой стороны, у него такая внешность, что его как ни причеши, как его ни пократь, в какую одежду ни одень, он будет похож на любого персонажа, в принципе, если постараться. Поэтому ждём премьеры. А пока переходим к следующей новости. Тем временем актёр Никита Калагриева лишился роли Владимира Жириновского. Артист продолжает пожинать последствия своих выходок. На прошлой неделе актёр устроил пьяный дебош в одном из новосибирских кафе. Артиста, кстати, арестовали на семь суток. А руководители картины «Жириновский взлёт» приняли решение об увольнении Калагриева и заявили о том, что не собираются сотрудничать с артистом. А, кстати, ранее режиссёр Алексей Учитель назвал актёра талантливым и посоветовал заняться поиском себя. По мнению режиссёра, выход из скандальной ситуации Никита может найти и сам. Очень много шума вокруг этого артиста. Видите, кто-то создаёт пиар себе благодаря новым картинам, а кто-то благодаря вот таким вот скандальным ситуациям. Причём мне кажется, что порой совершенно случайно это происходит. Он сам того, скажем, нехотя, да, он даёт повод для того, чтобы пообсуждать его персону. Мне кажется, слишком хорошо вжился в свою роль. Мы помним его по роли в сериале «Слово пацана». И вообще, мне кажется, что тут какая-то недоработка его пиарщиков, потому что, ну, вообще-то нужно как-то медийный образ формировать. А из-за того, что зрители просто даже не понимают, чего ожидать от Никиты, то, естественно, верят во все фейковые истории, которые происходят. Нет, просто пиарщики уже бессильные бороться с Никитой. А Нина яркий пример того, как она попала под очарование этого мальчишки. Посмотрите, какие у него длинные ресницы. Как же тут не обояться. Вот, да, то есть всё можно простить за эти ресницы. За ресницы. А Никите, нужно напомнить, нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется. Поэтому, Никита, если хотите строить карьеру в кино, задумайтесь над тем, что вы говорите. Никита, держи себя в руках в конце концов. Я понимаю, что на тебе весь район. Но надо как-то вот поспокойнее. Хотя в целом была надежда на очень успешное преображение, потому что актер очень похож на Владимира Вольфовича в молодости. Но с другой стороны, если не получится, то мы помним, что у нас всегда есть Тимоти Шаламе, который на кого угодно может быть похож. Придёт на замену. Более того, он мог бы сыграть даже героя следующей твоей новости, Валеру Леонтьеву. Да, кстати. А между прочим, Валерий Леонтьев-то уходит со сцены. На прошлой неделе певцу исполнилось 75 лет, и он уже заявил, что завершает карьеру, поскольку его жанр не терпит дряхлости. И это цитата. Напомню, что Леонтьев получил первую известность в конце 70-х, и тогда в его образах не было ничего вызывающего. Но в 1981 году, после выступления на фестивале в Ереване, артиста начали называть русским Дэвидом Боуэй. Но самое яркое время Валерия Леонтьева – это именно 90-е. В ход пошли накаченное тело, облегающие силуэты, блестящие блузы с декольте, клёши, обувь на каблуке и кожаные штаны всевозможных оттенков. Выступления с композицией в красных кожаных штанах Казанова стали самыми узнаваемыми в карьере артиста, а прозвище Казанова закрепилось за ним навсегда. Так и хочется сказать, дайте кто-нибудь Валерию Леонтьеву, телефончик хирурга Филиппа Киркорова. Валер, оставайся на сцене. Мы правда тебя искренне любим и восхищаемся тобой. На самом деле, Валерий Леонтьев выглядит прекрасно. Даже для своих 75 лет, буквально там несколько лет назад он приезжал в Витебск на Славянский базар, и мы видели с ним, как говорится, лично могли в этом убедиться. Он правда держит себя в форме, но понятное дело, что нужно как бы вовремя уходить. Вот даже мы сейчас, мы же вспоминаем какого Леонтьева? Поджарого, крутого такого, раскованного. Вот так и нужно, на пике, на пике. Так мне кажется, он такой и есть. А вообще артисты имеют такое свойство, знаете ли, уходить и прощаться 10 лет к ряду. Поэтому 10 лет прощальных концертов от Валерия Леонтьева, думаю, нас еще ожидают впереди. Поэтому посмотрим. Может быть, действительно, еще увидим мы его в красных кожаных штанах, и тем не менее, стоит обязательно запомнить этот яркий образ, потому что говорят, что ему он дался очень нелегко, и не все принимали его такие экстравагантные наряды, в частности, еще вот и в 90-х, и в 80-х. Но справедливости ради, говорят, что Валера будет все-таки выступать пока еще на корпоративах. То есть прощального тура не будет, но корпоративы все-таки есть. Инсайдерская информация. Хорошо, это мы возьмем на заметку.